Всем привет, всем привет! Меня зовут Катя и сегодня такая небольшая болтовлогия с мной не совсем выздоровевшей, но на детскую тему, на тему творчества и мультяшных всяких персонажей. Мне часто задают вопрос, хорошо ли это, что ребенок вот хочет рисовать всяких персонажей, я типа хочу, чтобы он что-то рисовал нормальное, а он только вот рисует там каких-то, вот как у меня Дашин сейчас, Леди Баг, Куколок Лол и прочее, прочее, прочее. И скажу я так, что меня раньше это очень раздражало. Я когда давала темы, например, там какие-то новогодние подарки, еще что-то, все поголовно начинали там рисовать этих Лол, еще что-то, и когда ты даешь такую тему, какую-то, ну, не знаю, там каких-то русалочек, еще что-то, все начинают сразу уходить в каких-то вот мультяшных персонажей. А мы-то как педагоги хотим, чтобы у нас родился шедевр вне времени, и это абсолютно нормально. И фишка в том, что все нормально, все, что делают дети в плане вот творчества, это все очень естественный для них процесс, и главное не перерубить, так сказать, творческое начало. Потому что не все дети вообще любят рисовать и хотят, но могут начать этим заниматься, потому что кто-то из мультяшных героев их вдохновил, и это очень классно. И поэтому ни в коем случае, конечно, не нужно пресекать и как-то говорить, что типа сколько можно рисовать этих вот кукол, Лол, или каких-нибудь там лунтиков, или еще кого-то. В общем, это вот не надо этого делать, потому что у ребенка есть определенная в этом потребность. Он нашел там, грубо говоря, себе какого-то кумира, и он должен все это вот через себя пропустить, иначе он не научится это делать. Потому что мы, как уже взрослые люди, даже мы часто не всегда со всеми эмоциями и какими-то вещами не можем справляться. То есть какие-то, например, эмоции получить и не умеем их пропускать через себя. Это такой определенный процесс, который должен быть отлажен, чтобы не было никаких застоев. Это из серии, как там перетусили, перевозбудились и потом не можете уснуть. Вот в творческих таких вот делах, когда есть какой-то внешний источник на ребенка, который его на что-то вдохновляет, он абсолютно точно так же идет, и нужно ребенку это получить, переварить, принять и выплеснуть, чтобы это все пошло дальше, чтобы и ребенок был спокоен, и вообще все вокруг были спокоены. Потому что, к сожалению, действительно есть такие случаи, когда вот ты просто словом ребенку там сказал, типа сколько можно, уже там надоели, и ребенок может перестать рисовать. То есть желание не уйдет, но он из-за того, чтобы там не раздражать маму, чтобы нравиться окружающим, он может перестать, а потребность как бы будет. И вот этот уже как бы внутренний конфликт, может быть, он не кажется таким серьезным, но на самом деле вся наша потом взрослая жизнь, она базируется на вот таких вот кирпичиках из детских вот даже не воспоминаний, а уже таких формул, которые в нас заложились когда-то. Поэтому здесь надо быть максимально чутким и стараться вот позволять ребенку творить. Опять же, как педагогу, да, хочется, чтобы вот ничего этого не было, потому что это такая временная история, и эту работу уже вот ты повесишь, и, ну, ты понимаешь, что ее нарисовал ребенок, тут какие-то куклы, какие-то там мультяшные персонажи, то есть все это, да, это уже не такое искусство. Если ничего этого нет, то прям некоторые шедевры просто, ты думаешь, господи, кто это нарисовал, что это за шедевр. Можно на холсте распечатать и повесить просто этот шедевр у себя на стене и продавать вообще за миллионы. Вот, но, опять же, даем творить. Пусть рисует, и правда это очень классно, что для многих именно мультяшные персонажи являются главным вот вдохновителем в плане творчества, потому что это все может очень хорошо вот пойти дальше. И здесь, если вас раздражает вот это вот постоянное рисование детьми всяких мультяшных персонажей, вы можете помочь тем, чтобы ребенок пошел дальше. То есть он что-то рисует и подскажите ему, спросите, там, вот если он рисует, например, одного там лунтика постоянно. Вот давай, а где у тебя лунтик? Вот почему он там один? Он же что, у тебя только один ничем не занимается? Может быть, у него есть какие-то друзья? Потом можно предложить ему, может быть, лунтик на какой-то там другой планете, есть у него брат-близнец, как бы он выглядел, какого он цвета был. Может быть, еще у него было несколько там ушей, там, или еще там три хвоста. Понимаете, да, к чему я клоню? Чтобы ребенок уже включал фантазию и дальше развивал ту тему, которая ему нравится. Вот это вот очень классный прием. И старайтесь, делайте, потому что, опять же, у ребенка, когда вот это включится фантазия, он прочувствует, что она у него есть, и что он может, опять же, отойти от шаблона и сделать что-то свое, что-то новое, придумать какую-то свою вот эту вот мультяшную вселенную. И вообще, может, он потом писателем станет. То есть здесь образование в детском, в творческом, очень важно дать ребенку понять, что он может создать что угодно, что на бумаге вообще нет никаких ограничений, и здесь масса возможностей. И, в принципе, это тоже потом будет перекладываться на восприятие мира. Почему? Вот я очень люблю тему воспитания детей и именно творческого такого развития. Ну, а то, что как бы мне эти картинки потом могут и не особо заходить, вот, я это уже в себе приняла, потому что я действительно поняла, зачем это делается, и сейчас я, правда, рада очень, что у меня с этим сложилось, потому что всегда, когда, знаете, есть какие-то противоречивые такие чувства, надо с ними работать, потому что если как бы все нормально, тебя не должно это волновать, значит, где-то что-то внутри. И мне кажется, даже у меня тоже какая-то история с детства проигрывалась, что у меня были какие-то ограничения, вот, и я вот еще до конца с ними вот не сдружилась, вот, где-то они там уже глубоко, но вот я их в какой-то момент все-таки вытащила, рассмотрела, и сейчас вообще по-другому ко всему этому отношусь. В общем, как итог, позволяйте детям творить. Если у них есть какое-то рвение, желание, не обрубаем его. Даже если вам не нравится и вам кажется, что это глупо, нет, вы всегда можете помочь и направить ребенка на что-то, вы всегда ему можете что-то предложить, вы можете задавать ему вопросы. Вопросы, кстати, это очень классная тема. Опять же, как рисовали Лунтика, а где Лунтик находится? А я что-то не вижу у него там Земли, может он в космосе, да, летает? А что космос? Космос разве такой белый? Там нет никаких планет. И дальше, дальше вот так вот. В общем, желаю вам безграничной творческой истории, чтобы дети ваши рисовали, творили и генерировали что-то новое, и никто их в этом не ограничил. Вот. Всех люблю, всех обнимаю. На этой прекрасной ноте заканчиваю, и жду вас в комментариях, чтобы вы поделились, сталкивались ли вы с этим, и вообще, как относитесь к тому, что детки рисуют мультяшек, и больше ничего.